Итак, при помощи программы SystemBug я, значит, сделал полный апгрейд системы. После этой проверки я сделал изообраз и вот этот изообраз, я уже несколько раз об этом писал, сейчас мы его подключим носители и я выберу самый последний изообраз, который я создал и вот его запускаем, вроде бы менюшка появляется на английском языке, а потом ба-бах и вот такие вот фразы, что не поддерживается формат AUFS. С такой проблемой мы уже встречались и решение давным-давно было найдено, решение никакого плана. У меня на облачном хранилище хранится файлик, который все эти, скажем так, неприятности снимает. Называется он Casper на 64-битную сборку, вот он находится вот здесь. Уже готов. Загрузки. Сохранить. Идем в загрузки. Открываем папочку. Систембак я пока закрою. Вот этот файлик Casper. По нему два раза кликаем. И вот он пишет, что более поздняя версия уже установлена. А я хочу установить именно вот эту версию 1.340. Так, что делать? Идем в менеджер пакетов Synaptic, ну пишем наш парольчик. Заводим здесь Casper. Вот он нам выдает, что установлена версия 1.340.2. А у нас уже, как говорится, доказано, что эта версия, она не работает. Вот я ее отмечаю для полного удаления. Применить. И пусть он ее удаляет. То есть, версия 340.2, она не работает. То есть, версия 340.2, она не работает. Но используется, по всей видимости, программой VirtualBox. И та при загрузке выдает нам сообщение, что не может загрузить необходимый образ. То есть, здесь, как говорится, и не вина-то самой программы SystemBug. А вина вот такой вот, скажем, промежуточной программки, которая нам вот такие вот гадости делает. Ну, снова пойдем к загрузке. Снова нажмем на Casper. Закроем. Что у нее более поздняя версия есть, но не рабочая. А установим вот этот пакет. Нажмем здесь User. Пишет, что вот не может она работать вот так вот. Сейчас заработает. User. Не то. Нам нужен Synaptic. Casper. Вот. Установлена версия, значит, 1.340. Loopin не установлен. Вот. Loopin я отмечаю для установки. Потому что он стоял и при старой версии. Вот. версия 1.340. Все поставили как полагается. Ну, проверяем. Ну, стандартное меню. И вот, вроде бы как, тоже, значит, он ничего там не хочет и не может поделать. Два варианта. Первый, значит, создать новую версию уже вот с Casper 1.340. или попробовать перезагрузиться. Я попробую вначале перезагрузиться. Перезагрузка ничего не дала. То есть, с Casper в новой версии изообраз, который мы создали, вот он, не грузится. Поэтому мы теперь создадим изообраз. Да, хотя я просто потом подключу его, ладно. А мы сейчас при помощи программы SystemBug. Где тут у нас она прячется? Совсем убежала, да? Ну, ничего страшного. Установим программу SystemBug. Проверим версию Casper. И попробуем записать все это дело. или попробуем создать все-таки рабочий образ. Рабочий образ Live или живой образ. Ну, посмотрим здесь. Посмотрим, какие рекомендации там он нам выдаст. Да, ради бога. А теперь проверим, какой же у нас тут Casper будет стоять. Заведем сюда его название. Стоит наша версия. Вот теперь при помощи, значит, программы SystemBug. User. Ну и создадим живой образ системы. А вот этот образ, который не работает, уберем. Уберем прежний образ. Вот. Пусть создает новый образ. Ну, вот. Программа SystemBug заканчивала создание изообраза. Он занимает 2,7 гигабайта. Причем сделали мы этот образ, когда поставили старый Casper. Ну, а теперь давайте проверим этот образ. Что я только сделаю здесь, я просто подсоединю новый образ. Вот и все. Кто не хочет, да ради бога, сбросим настройки. Подсоединим новый образ. И запустим. И вот старый образ Casper. Старый Ребеновский хайлик 1.340. Он оказался очень живучим и работоспособным. И при помощи этого вмешательства практически удалось сделать рабочий изообраз. Ну, вот. Сейчас ждем, когда он загрузится. Это занимает какое-то время, конечно. Подождем. Как видим, правда, долго ждать пришлось. Образ у нас загрузился. Что, как говорится, и требовалось доказать. Правда, где-то минутки, наверное, там 3 или 4 мне пришлось подождать. Думаю, что уже образ и не загрузится. Ну, тем не менее, как говорится, вот, пожалуйста, смотрите, образ загрузился. То есть, практически, ну, что я могу сказать. Да тут даже на SystemBug грешить как-то бесполезно. А именно вот на такую вот версию файлика Casper, который вот все такие вот штучки вытворяет. Ну, ладно. Включает кнопочку SystemUpgrade, то он вам апгрейд сделает и поставит новый Casper, после которого из-за образа вы создавать не сможете. Поэтому вам придется скачать, значит, файлик Casper с моей кладовочки программы. И вот выбираете или на 64-битную сборку или на 32-битную. Нажимаете скачать. Обычная загрузка. Вот у вас эта загрузка пошла. И сохранится вот здесь вот он. У меня уже он загружен, поэтому я его загружать больше не буду. Вот. После этого, значит, нужно по нему кликнуть. Через Synaptic нужно убрать новую версию файлика. А затем установить старую версию. И все у вас, кажется, заработает. И SystemUpgrade будет работать нормально.